Здравствуйте, дорогие друзья! У нас с вами второй урок, второй грамматикум. Будем повторять то, что было в прошлый раз, и выучим новые глаголы. Это тоже будут глаголы первой группы, но те глаголы, которые начинаются с гласной. На французском тема звучит «les verbes du premier groupe», «revision», «les verbes commençons par une voilelle». Сначала повторим, что было в прошлый раз. Мы видели с вами глагол «parler», это «говорить». И сейчас посмотрим его, повторим, как он произносится, плюс возьмем с ним сочетания, которые помогут вам уже немножко общаться, если вы это делаете. И voilà! Сначала я прочту, а потом переведу. Вы можете повторять за мной. То есть здесь у нас идёт «я говорю по-французски, по-русски, по-английски, по-португальски, по-китайски, по-японски, по-турецки и по-польски». Что нужно запомнить? То, что говорить на каком-то языке или говорить по-польски, французски, нет ничего, ни предлога, ничего. Запомните, пожалуйста, это нужно будет выучить. И, конечно же, повторяем, что в башмаке, то есть в формах je, tu, il, elle, il, elle, окончания не читаются. У меня получился не башмак, а кабальных, но всё равно прочтём. Я говорю французски, ты говоришь русский, он говорит английский, он говорит portugais, он говорит турецкий, он говорит полонский. Лего «маршэ», тоже с читанием. «Je marche vite, tu marches lentement, il marche sous la pluie, elle marche pour maigrir, nous marchons longtemps, vous marchez un peu, il marche beaucoup, elle marche sur la plage». Перевожу. «Vit» – быстро, «lentement» – медленно, «sous la pluie» – под дождём, «pour maigrir» – чтобы похудеть, «lentement» – долго, «un peu» – немного, «beaucoup» – много, «sur la plage» – по пляжу. Вы можете меня остановить, записать тёты в тетрадь, если интересно, и написать перевод. «Видео» тем хорошо, что его можно останавливать, перекручивать и цитая. Обратите внимание на башмак, нас интересует окончания, выделил их определённым цветом. Запомните, перепишите, повторите, обращайте внимание на то, как я артикулирую, потому что с самого начала нам нужно обращать внимание на произношение. Нельзя выучить язык, а потом уже дорабатывать что-то. Можно, конечно, но это займёт намного больше времени, ежели вы будете изначально работать правильно. Обращаю ваше внимание, что есть такие моменты, где мы бы, говоря по-русски, оглушили, а в французском такого нет. Например, «sur la plage» – когда будете произносить, обратите внимание на то, что у вас округлены губы, и вы чётко произносите «ж», а не «ш». Послушайте себя, можете записать на диктофон, чтобы оценить, потому что не всегда мы можем делать это корректно. И последний раз «je marche vite», «tu marche lentement», «il marche sous la pluie», «elle marche pour magrer», «nous marchons longtemps», «vous marchez un peu», «il marche beaucoup», «elle marche sur la plage». И глаголы, которые я попросила вас выучить в прошлом уроке, давайте мы их ещё раз прочтём. Нужно было выучить и как они спрягаются, и как они переводятся, потому что мы с вами расширяем вокабуляр постепенно. «On y va», «marchez», «ходить», именно «ходить», «бродить», вот эти передвижения ногами, не куда-то идти, нам не нужна цель, а вот это «шагом marche», которое у нас было на физкультуре. Ensuite, «cacher», «прятать», «chercher», «искать», наше выражение «chercher la femme», «ищите женщину», «denser», «танцевать», «dessiner», «рисовать», «дîner», «ужинать», «дîner», «н» хорошо произносим, «déjeuner», «обедать», «travayer», «работать». И давайте проспрягаем к его «travayer», «отделила окончание», «er», «оставила основу, которая нам будет нужна с сочетаниями. «Je travaille vite», «tu travaille lentement», «elle travaille avec plaisir», «elle travaille pour gagner sa vie», «nous travaille longtemps», «vous travaille un peu», «il travaille beaucoup», «elle travaille sur la plage». Некоторые сочетания мы с вами видели. Не буду переводить, потому что лучше посмотреть то, как это было, и самим запомнить. Или посмотреть свою тетрадку, в которой нужно было записать это. Переведу «avec plaisir», «s'udovolstviem», «pour gagner sa vie» дословно, чтобы выиграть свою жизнь. Но это переводится как «зарабатывать себе на жизнь». И «les autres vous connaissez», и остальные вы знаете. Прочитываем еще раз. «Je travaille vite», «tu travaille lentement», «il travaille avec plaisir», «elle travaille pour gagner sa vie», «nous travaillons longtemps», «vous travaillez un peu», «il travaille beaucoup», «elle travaille sur la plage». И наша тема сегодня – это глаголы также первой группы, в виде «er à la fin», но это глаголы, которые у нас начинаются с гласной. И посмотрите, пожалуйста, я прочту, а вы мне скажете абстрактно, то есть подумайте сами, и потом я назову ответ, чем же они отличаются от глаголов, которые мы изучали до этого. Читаю. «J'aime», «tu aime», «il aime», «elle aime», «nous aimons», «vous aime», «ils aiment», «elles aiment». Посмотрите, пожалуйста, внимательно, выключите меня, подумайте, можете еще перекрутить, что было, потому что сейчас я назову ответ, и это будет менее эффективно, нежели вы сами его найдете. Во-первых, у нас усекается «ж», у нас было «э» здесь, так как здесь гласная, французы этого не любят, чтобы две гласные были, которые произносятся, и они решили «э» убрать и поставить вместо нее апостроф, вот эту запятую вверху. «J'aime». Дальше, здесь у нас все одинаково, «tu aime», «il aime», «el aime», ничего дополнительного не произносятся, и здесь во множественном числе везде «s» начинает читаться как «z», идет связка. Это «s» особенно здесь помогает нам отличить «il aime» от множественного числа «il aime», «el aime», «el aime», «el aime», то есть вы это на слух должны воспринимать. И давайте еще раз прочтем. И глагол «doré», вы, наверное, все его уже видели, он тоже начинается с гласной, «eur», мы отделили, и смотрите «j'adore», «parfume adior», то есть «я обожаю», если вы не знали, как он переводится. Давайте посмотрим все вспоряжение, я читаю, вы повторяйте. Ж'adore, j'adore, tu adore, il adore, elle adore, nous adorons, vous adorez, ils adore, elles adore. Еще раз. J'adore, tu adores, il adore, elle adore, nous adorons, vous adorez, ils adorent. И несколько глаголов, которые вам нужно будет проспрягать дома, выучить, всё прописать и запомнить. Écouter – слушать, habiter – жить, éviter – избегать, utiliser – пользоваться. Обратите, пожалуйста, внимание на глагол habiter, у нас есть два вида «h», «h» немая и «h» придыхательная. Это «h» немая, что это значит? Что она точно так же, как если бы её вообще не было, действуют во фразе, то есть если у вас было «жем», то тут будет «жабит», то есть вы точно так же делаете апостроф и дальше спрягаете. И voilà. На этом всё, я вам желаю удачи, встретимся с вами в третьем уроке. Au revoir.